В веках будет жить память о гениальном вожде мирового пролетариата. 16 апреля исполнилось 40 лет с того дня, когда Ленин вернулся из эмиграции в Россию. У финляндского вокзала любимого вождя встречали рабочие солдаты, матросы революционного Петрограда. С броневика Владимир Ильич произнес речь, которую закончил словами «Да здравствует социалистическая революция». Сейчас броневик находится в Ленинграде в филиале музея Ленина. В этом доме Ленин жил после возвращения из эмиграции. Комната, где работал Владимир Ильич. В знаменитых апрельских тезисах изложена программа перехода от буржуазно-демократической революции к революции социалистической. С этого балкона Ленин выступил со своей исторической речью. В делах советского народа воплощаются заветы великого Ленина. В Мангинском лесопункте введена новая организация труда. Здесь созданы малые комплексные бригады. Одну из них возглавляет вальщик Хякхонен. В составе бригады семь человек, в четыре раза меньше обычного. В бригаде освоена передовая технология. Тракторист Хоуненен овладел трилевкой леса в хлыстах и с кронами. Вся древесина поступает прямо на погрузочную площадку. Здесь только обрубают сучья. Разделка древесины производится на нижней бирже лесопункта. Оригинальное приспособление для погрузочной лебедки предложил начальник лесопункта Агапов. Как известно обычно, лебедку устанавливают на специальных стрелах. Здесь же для этой цели используются деревья. Это значительно быстрее, дешевле и позволяет оперативно менять место погрузки. В новой организации труда применение передовой технологии дает ощутимые результаты. Коллектив Мангинского лесопункта ежедневно вывозит до 400 кубометров древесины при плане 300 кубометров. Эта новая машина служит для валки и вывозки леса. Она создана учеными и конструкторами лесотехнической академии и треста Ленлес. С помощью троса и лебедки, установленной в передней части машины, подпиленные деревья подхватываются и укладываются прямо на машину. Обслуживает агрегат всего три человека. Испытания показали, что применение новой лесовалочной машины в два-три раза повышает производительность труда лесорубам. За каждый рис машины вывозят по 12 кубометров леса. Такие машины будут работать во многих леспромхозах страны. Колхозники артели «Голос рыбака» Пряжинского района ведут подлёдный лов рыбы. В прорубь опускаются шесты, к которым привязаны сети. Работой руководит бригадир Яков Фёдорович Локин. Тяжёлый труд рыбаков намного облегчит новый агрегат «Мотольдобур». Чтобы ввести лов, бригаде надо сделать 80 лунок. Один рыбак пешнёй прорубает лунку за 15 минут. С помощью «Мотольдобура» он это сделает за 30 секунд. Теперь под лёд можно опускать невод. Новый агрегат приспособлен не только для бурения лунок. Он помогает рыбакам поднимать сети. Бригада готовится достойно встретить 40-летие октября. Она в полтора раза перевыполнила квартальные задания и сейчас также даёт рыбу сверх планом. 650 работников народного образования приняли участие в Республиканском съезде учителей. С докладом выступил председатель Совета Министров Республики Беляев. Все свои знания и силы эти люди отдают великому делу воспитания советской молодёжи. Председатель Президиума Верховного Совета Республики Кропканен поздравил с присвоением звания заслуженного учителя и вручил почётные грамоты Талунпойке, учительнице Новопоселковской средней школы Кондопожского района Тойвакайнин, учительнице Сигежской средней школы Огорельцевой. Высокого звания удостоены 35 учителей. Пионеры и школьники тепло приветствовали делегатов Республиканского съезда учителей. Скоро всесоюзный фестиваль молодёжи. Карелия готовится к празднику мира, дружбы и молодости. Недавно в Петрозаводске состоялся республиканский конкурс танцоров. Выступают лауреаты конкурса, участники самодеятельности Сартовальского дома культуры. Танец на катке. А эти юноши-девушки приехали из далёкого района Калевалы. Кухтинская кадриль. Лучшие коллективы художественной самодеятельности примут участие в Республиканском фестивале молодёжи. Многие юноши-девушки Петрозаводска увлекаются фигурным катанием на коньках. Восьмикласснице Валентине Михеевой недавно присуждено звание чемпиона Республики. Чемпионы Республики Владимир Тарасов и Тамара Лукина. На всесоюзных соревнованиях они заняли первое место по парному фигурному катанию среди спортсменов второго разряда. Как и всякое искусство, фигурное катание на коньках требует не только особых способностей, но и уборного труда. В одном из залов Петрозаводской спортивной школы самые юные фигуристы занимаются с артистом балета Махаевым. Виктории Лебедевой всего шесть лет. Смотрите, как уверенно девочка держится на коньках. Не каждый юный конькобежец обязательно станет мастером спорта, но все они вырастут здоровыми и крепкими. Недавно в Петрозаводском доме физкультуры проходил чемпионат Республики по боксу. Соревнования продолжались три дня. Исключительно острыми были финальные бои. На ринге боксера легчайшего веса Анатолий Чурыгин общество торпеда Владимир Тюрин, буревестник. Победитель Владимир Тюрин завоевал звание чемпиона Республики. Боксеры легкого веса. Перворазрядник Рудольф Коромыслов защищает честь общества «Спартак». Его противник Александр Ильюшин также спортсмен первого разряда. Он состоит в сильнейшей команде окружного дома офицеров. Чемпионом Республики в легком весе стал Рудольф Коромыслов. Командное первенство завоевали спортсмены окружного дома офицеров. Земля Кали Валы овеяна теплым весенним дыханием. Здравствуй, май, предвестник лета Ты пройди с могучим шагом по лесным просторам дальним По синеющим озерам, на поля взгляни и пашни Вовсюду в Карелии в дружный хор весенних голосов Вливаются песни труда На освобожденные от льда реки и озера Сплавщики пустили первые кубометры древесины Слышите рог от моторов? Это мощные тракторы вышли на северные поля Дорог каждый погожий день Большая радость провести первую борозду весенней пахоты Новые и новые гектары вспаханной земли Приносят с собой каждый день весны Для советской молодежи нынешняя весна необычна Молодежь готовится к фестивалю Его надо встретить не только новыми песнями и танцами Но и трудовыми подарками К празднику 1 мая приурочили свой фестивальный подарок Комсомольцы Онежского завода Они изготовили детали этого трелевочного трактора Сверх плана на комсомольских воскресниках Секретарь комитета комсомола завода Александр Богданов Открыл митинг, посвященный выпуску молодежного трактора Наш фестивальный трактор должен быть передан лучшему лесозаготовителю Комсомольцу республики Таково желание молодых рабочих Пионеры поздравили старших товарищей с трудовой победой Фестивальный трактор Подарок людей мирного труда Празднику мира и дружбы Нелегко найти в Петрозаводске улицу Где бы не сооружались новые здания Строительство в городе не прекращается круглый год Но особенно оно заметно сейчас весной Сотни людей ждут новых домов Это хорошо знают строители Каменщик Иван Мицкевич трудится почти за двоих Перекрывает задание бригада Константина Лазовского В этом году коллективы петрозаводских строителей Систематически перевыполняют месячные планы На стройках широко применяются новые методы Посмотрите, как быстро будет изготовлена комнатная перегородка Залитый в форму шлако-алебастровый раствор Застывает через 40 минут Башенный кран сразу же установит перегородку на место Бригада Ивана Ровина успешно овладела передовым методом Раньше комнатные перегородки делались вручную из досок А затем штукатурились Новый способ экономит время и средства Растет и хорошеет столица Карелии В этом году здесь появится много новых, красивых, благоустроенных домов Но есть в городе и такие дома Свидетели славного прошлого В этом домике карельские революционеры хранили нелегальную литературу Здесь жил рабочий Александровского, ныне Онежского завода, Александр Николаевич Агарков На этой гармошке он играл во время рабочих сходок Сейчас старый коммунист встретился со своими юными друзьями Он вспоминает о днях революционного подполья За заслуги перед государством Александр Николаевич награжден орденами и медалями Советского Союза Больше сорока лет он состоит в рядах коммунистической партии Он участвовал в гражданской войне Долгие годы был депутатом городского совета Старый большевик Александр Николаевич Агарков рассказывает о первой карельской маевке И словно оживают страницей истории Карелии Утро 1 мая 1957 года Небо хмурится Но на площади Кирова в Петрозаводске собрались тысячи людей Солнце, которое долго пряталось в тучах, разогнало туман Начинается военный парад На площадь одна за другой вступают колонны воинских частей Идут командиры советской армии Мимо трибун проходят летчики военно-воздушного флота Курсанты военного училища Курсанты военного училища